Игра Magic the Gathering 2014, онлайн-коллекционная карточная игра, очень хочется посмотреть, что она из себя представляет. Давно хотел поиграть, немножечко в своё время играл в настольную бумажную версию, ну то есть в оригинальном МТГ. И вот скачал буквально новину, буквально только что, за какие-то 200 рублей. Ну, как обычно бывает с коллекционками, стартовый набор стоит дёшево, потом платить приходится много. Но нам постримить это не помешает, будем смотреть с самого начала, и в самом начале нам предлагают сыграть учебную игру, давайте это сделаем. Начнём прямо с мелочей, а потом будем смотреть, что здесь есть. Начнём прямо с первого урока. Будем пока посматривать подсказочки, чтобы понимать, что происходит. В общем, пока ничего нового, те, кто немножечко играл в МТГ, знают, что здесь происходит. У нас есть колода, у нас есть 20 жизней. Это зелёная колода, колода леса. Если выберем карту, то мы сможем её приблизить и посмотреть, что это. Ну, это базовая земля-лес, которая позволит нам выкладывать на доску другие карты, карты заклинаний и карты фигур. Давайте начнём играть. Ход достается сопернику, и он обвладеет красной колодой и выкладывает свою первую карту. У него есть одна единичка огня, и он может вытащить из руки обезумевшего гоблина. Он стоит как раз одну единичку огня. Атака 1, защита 1. Что умеет, атакует в каждом ходу, если может. Ну, прекрасно. Собственно, всё обычно, карту выложили. Атаковать она сразу же не может, только защищаться землю повернули. Обычные дела. Ждём, когда ход дойдёт до нас. Колода у нас в обоих из 53 карт. У меня в руке 7 карт, у соперника 5. Ничего он сделать не может. Ход заканчивается. Теперь наша очередь. Выложим землю. И давайте посмотрим, можем ли мы что-нибудь на одну землю выложить. Ничего не можем. Ход сразу переходит к сопернику, он добавляет ещё одну землю. И будет пытаться нас атаковать успешно, потому что нам нечем защищаться. Блокировать нечем, и мы сейчас получим одну атаку. Да. Сразу станет 19 жизней блокировать. Нечем. Хоп. Анимация. И мы начинаем падать по жизни. Очень жаль. Ну, наш следующий ход. Мы выложим очередную землю обязательно. И вот у нас была карта. Да, вот мишка, он стоит. Давайте посмотрим. Одну любую землю и одну землю леса. Выкладываем медведя. Как видим, он у нас имеет 2 нападения и 2 защиты. Таким образом, защититься от гоблина мы сможем без проблем. Попытка воевать с нами ещё раз. И мы должны блокировать медведя. Где кнопка блокировать-то, а? Вот медведя мы выбрали. Гоблина мы выбрали. А где же кнопка блокировать? Не вижу. Давайте ещё раз попробуем. Выбрали медведя, выбрали... Ага, вот всё. Порядок и блокирование. Всё окей. В результате гоблины сейчас погибнут. А мы таким образом защитим свою жизнь. Да, медведь остаётся цел. Его количество защиты вернётся по окончании нашего хода. Окей. Ждём дальнейших действий от соперника. Повреждения обнулились, как нам и обещали. Мы выкладываем следующую землю. Это обязательный ход. Так, можем запросить подсказку. Ну, давайте запросим. Ну, на самом деле мы не очень-то в ней нуждаемся, прямо скажем. Мы выложили лес. Можем выбрать либо кентавра, у него атака 3-3. Либо рунголаповый медведя с атакой 2-2. Ну, выбор, по-моему, очевиден. Берём кентавра. Выкладываем его. Теперь мы можем атаковать нашего соперника. Кентавра атаковать не сможем ни в коем случае. Сможем атаковать только медведем. Нажимаем атака. И снимаем 2 хита. Оп. Видим лапу медведя в анимации. Минус 2 хита. Отлично. Очередная земля от нашего гоблинического друга. И что там? Циклоп кровавого камня. Серьёзная карта. 3-3. Но атаковать сейчас не сможет. Так. Итак. Мы выкладываем лес и смотрим, что здесь есть ещё. Так. Колонский клыкач стоит 2. У нас 4. Выкладываем клыкача и выкладываем медведя. Таким образом мы потратили все наши земли, но у нас очень приличная атака теперь. Атаковать пока не будем. Нет, мы можем пропустить атаку. Не хочется атаковать, потому что хочется посмотреть, что будет делать соперник дальше. Он будет атаковать сам. Мы его заблокируем какой-нибудь только что выложенной картой. Вот, например, клыкачом и заблокируем. А в результате они друг друга убьют. И мы таким образом разменяемся. Обе карты уходят в отбой. У нас отличный потенциал для следующей атаки. Выкладываем ещё одну карту земли. Огромный балот. К сожалению, не может быть выложен. Но зато мы можем атаковать на 8. На 7. Оставить 11 хитов у нашего соперника. И ждать движения от него. Очередная земля. И выкладывается гигант. 4-4. Пожалуй, самая сильная карта из тех, что есть сейчас на столе. А мы снова берёмся за лес и выкладываем. Кто тут у нас? Альф Тиранакс. 6-5. Теперь у нас самая сильная карта. Ну что, надо атаковать. Мы можем разменять, в принципе, одну карту. Ничего там страшного не будет. И нанести 4 повреждения. Ну, естественно, блокироваться будет самая сильная карта. Тем временем, медведи прокатятся каточком по нашему сопернику. У него остаётся всего 7 жизней. Блокирование успешное. Кентавр покидает колоду. Так, это серьёзно, потому что сейчас на столе появляется дракон, а дракон умеет летать, и сблокировать его можно только с помощью карты, которая также умеет летать. Это, конечно, некоторым образом проблема. Огромный балот наконец-то выставлен на доску. Жрёт он всё, от фруктов до небольших городов. Отлично, это то, что нам надо. 7-7 у него атака, защита. Прекрасно. Ничто не мешает нам продолжать атаковать. Если заблокируются две эти карты, мы всё равно нанесём 6 повреждений. А, они, естественно, заблокируются. Мишки наши останутся не у дела. Нет, блокируются даже не так. Один, два мишки повреждения наносит успешно. Остаётся 5. Одним мишкам, одним медведям придётся пожертвовать. И Тиранакс убивает Кастолома. Прекрасно. И остаётся жив. В тяжёлом положении наши соперники, если он сейчас что-то не придумает, то им будет очень трудно. Я не думаю, что он что-то придумает, поэтому мы просто убиваем. И таким образом выигрываем первый бой. Блокировать бесполезно. Ну, для проформы это можно сделать, безусловно. Минус 2 от медведя, минус 6 от Тиранакса. Ну и разменивается дракон с Баллотом. Дракон уходит, Балл побеждает. Всё, что нужно. Так, мы выиграли наш первый обучающий бой. Это было несложное, это было очень-очень просто. Почему бы там... Ну, кстати, такое впечатление, что я в предыдущей версии игры эти уроки проходил, поэтому... Поэтому нам не предлагают ничего нового. Но мы будем смотреть эти уроки дальше. Посмотрим, что же такое заклинание. У нас снова зелёная колода. Мы снова выкладываем карту. К сожалению, ничем прославиться пока не можем. И против нас чёрная колода. Уже известный нам медведь выходит на доску. Так, ананас натравливают вкус крови. Это, по сути дела, вампиризм. Сейчас от нас отнимут единичку и единичку добавят нашему сопернику. Вот такое вот хитрое волшебство. Серьёзное колдунство. Ну, мы должны продолжать играть в свою игру. Выложить ещё одного медведя и... не забывать атаковать. Таким образом количество наших щитов сравняется. 19-19. Прекрасно. То, что нам нужно. Ждём следующего ухода от оппонента. Очередная чёрная карта. Чёрная земля. И... Выкладывается без. Он хоть и имеет всего 1-1, но обладает полётом и пока что ничего с ним мы сделать не сможем. Да, видите. Совет существа с полётом можно блокировать только существами, у которых есть полёт или захват. У нас таких существ пока нету и не предвидится. Это, конечно, минус. Так, чудовищный рост позволит нам дать бонус роста одному из игроков. Окей. Начнём с земли. Чудовищный рост стоит всего 2. Давайте приблизим. И... до конца хода даёт 4.4. Разыграем эту карту. Выберем на какого из медведей. Вот на этого она будет разыграна таким образом медведь превратился в медведя 6.6 и мы атакуем. Естественно, пишем атака и скорее всего сейчас будет заблокирован самый большой мишка. А мишка поменьше пробьёт по гоблину. Нет, нет, не блокирует. Наш соперник и получает 8 повреждений. Странный ход. Ну, здесь, конечно, искусственный интеллект в первую очередь искусственный, а во вторую очередь интеллект. Идивляться не стоит. Альфатиранакс уже знакомый нам. Блокировать мы не можем. Ну, естественно, получаем всего 1 хит. Нас снимают. Это не так страшно по сравнению с тем, что мы сделали предыдущим ходом. Так, вот страшнее это безжалостный голод, который вытягивает две жизни из существа и перетаскивает её в заклинателя. В данном случае убивается один медведь, он идёт в отбой, заклинатель получает плюс 2. У нас тем временем появляется существо с пробивным ударом. Чем хороший пробивной удар? Тем, что даже если он заблокирован, всё равно, если существо имеет больше очков атаки, чем очков обороны у блокирующего, оно пробьёт до игрока. Ну, собственно, тут это и написано, если существо с пробивным ударом наносит достаточно боевых повреждений, чтобы уничтожить блокирующих, оставшиеся повреждения наносит защищающемуся игроку то, что надо. Но сначала лес, и потом уже шипастый балот, и потом уже атака. Атаковать просто необходимо. Блокировать нас не планируют, и наскидываем ещё два хита с соперником. Таким образом, ещё даже 12-18 пока в нашу пользу. Посмотрим, что чёрные сделают дальше. Просто атака. Блокировать нечем. Теряем один хит. И заклинание, конечно. Или просто выкладываются ходячие труб, да, просто выкладываются. Хорошо. Пусть он будет просто выложен. Так. Во-первых, лес. Давайте посмотрим, что нам пришло. Обильный урожай. обильный урожай. Получаем одну жизнь за каждую землю под нашим контролем. Стоит 5 земли. То есть, по сути дела, мы конвертируем землю в жизнь. Земли у нас на данный момент 6. И мы можем либо выложить вот эту карту, либо получить 6 жизней. На данный момент там 6 жизней совершенно ни к чему, поэтому мы будем выкладывать карту, разыгрывать. И что мы будем делать? Наверное, мы будем атаковать тем, что есть. Не вижу повода этого не сделать. посмотрим, будет ли наш соперник блокировать или нет. Да, будет. Медведь пробивает. И вот сейчас мы увидим пробивающий удар, то есть балл заблокирован и погибнет непременно, но он все равно добьет доиграющего соперника. Это, безусловно, прекрасно. Новое существо слизень, очень сильный защитник. Так, нападение на добычу. Давайте почитаем, что здесь. Целевое существо под вашим контролем дерется с целевым существом, не находящимся под вашим контролем. Очень хорошо. То есть, по сути дела, что мы можем сделать? Мы, например, можем взять сейчас вот этого медведика, и заставить его напасть вот на эту летающую штуку и убитие. Давайте попробуем. Берем нападение на добычу, выбираем, кем играем и против кого играем. As result. Хоп. И теперь мы можем просто атаковать. Пока еще нет времени. Так, жизнь добавлять нам не нужно. Все еще заклинания на месте. Так, и мы атакуем. В случае блокирования мы однозначно побеждаем. Снимаем с доски сильную карту, это очень хорошо. В результате по картам ведем, жмем продолжить. Дополнительные жизни нам все равно не нужны. пока не нужны. Минус 2, минус 2 до конца хода, то есть по сути дела он может убить медведей. В этом конечно нет ничего хорошего, но так и есть. Все, мишки погибли. момент безусловно печальный. Что мы можем еще раз использовать нападение на добычу и убить этого парня, а можем этого не делать и просто продолжить. я думаю что нет смысла будем просто атаковать. Если он захочет блокировать мы эту карту убьем, если он не захочет блокировать то мы приведем его практически к критическому урону, но он блокирует мы побеждаем. Прекрасно. Жизни поднимать нам совершенно нет смысла, 17-10 счет, у нас все впереди еще. Эта карта нам еще точно может пригодиться. Восьмая земля у соперника и он выкладывает очередные зомби. Зомби и зомби ничего страшного. Так, увеличение. Отличная карта. Давайте приблизим ее и посмотрим. Целевое существо получает плюс 7-7 и пробивной удар до конца хода. Альфа-тиранакс 13-12 и мы атакуем. блокировать обязательно, но даже в случае блока мы выигрываем. Нажмем атаку. И таким образом, скорее всего, мы побеждаем во втором обучающем бою. ходячие трупы погибают и наш соперник терпит поражение, а мы одерживаем вторую победу прекрасно. Пошли дальше смотреть, что же такое чары. с нами наши зеленые колоды. А кто же против нас? Против нас белая колода. Силы света и добра. Солнечный ястреб. Карта с полетом и минимальной атакой, но может клевать очень-очень больно. Так, у нас карта чар аура. Давайте посмотрим, что можно с ней сделать. Так, рунный медведь это не аура. Аура это дубовый облик. Она зачаровывает существо и дает ему плюс 3 к атаке и плюс 3 к защите. Отличная карта, только мы пока ничего не выложили, но сначала мы должны выложить рунного медведя и постараться, чтобы он остался жив как можно дольше. Непременно получить удар от ястреба или кто он там. В общем, от этой летающей карты блокировать нам нечем, потому что у нас нету летающих юнитов захвата. Да, это солнечный ястреб, и он, конечно, убавляет нам немножечко жизни. Ну что ж, дело житейское. и еще белый рыцарь с 2-1 и первым ударом. Все как надо у нашего соперника. То есть, по сути дела, чем он хорош? Тем, что он не разменивается ударами, а сразу атакует. Таким образом, если он дерется с соперником равным по силам, то есть защита равна, то он может сразу его уничтожить. Тем временем, мы можем зачаровать наших мишек и сделать из них не просто медведя, а медведей 5-5. И это перманент. То есть, это заклинание никуда не денется. Это чары. Мы атакуем. Будет ли соперник блокировать? Я думаю, нет. Так и есть. Просто скидываем 5 хитов. Отлично. То, что нам нужно. Обратите внимание, что лечение у нас под рукой, и если нам будет очень тяжело, мы все равно сможем защититься. Так, ну что, славный гимн это чары белых. И сейчас тоже будет зачарован какой-нибудь. Нет, не будет. рыцарь зачарован. Он атакует. Приличные повреждения получили и немножечко даже отстали. Хорошо. Не все потеряно еще. Гигантский паук обладает захватом. это отлично. выкладываем его. Сможем ловить ястреба. Тут видите, это не просто чары, давайте посмотрим внимательно. Все существа под контролем получают плюс один, плюс один. То есть и те, и другие. Немножко ускользнуло от моего взгляда в первый раз. Тем временем медведи продолжают атаковать. Это необходимо делать. и не получают сопротивления. Итого соперник упал до десяти. Это очень хорошо. Посмотрим, что он нам предложит. Белые в атаке. Не будет атаки. Отлично. Продолжаем выкладывать землю. И добавим дубовый облик еще раз. В этот раз на паучка. Паучок встанет 5-7. И надо производить атаку. Безусловно, 10 поинтов дамага может быть нанесено. Это будет ровно столько, сколько необходимо для уничтожения соперника. Он блокирует. Отчаянная попытка заблокировать, естественно, проваливается. паучка. Сначала гибнет юный рыцарь, а потом должен погибнуть и солнечный ястреб. Отлично. Соперник обескровлен. Это очень хорошо. Больше одной карты он не выложит, наверное, прямо сейчас. Судный день крайне не кстати. Не очень дорогая карта, что самое это интересное. Незадачка, но нужно быть готовым к таким вещам. Почитаем, что такое дикая пара. Каждый раз, когда существо выходит на поле битв, если вы разыгрываете, разыграли его из вашей руки, можете найти в ближайшем библиотеке карты существа с такой же суммой силы и вносливости и положить ее на поле битвы. Окей. Давайте разыграем ее и найдем этого существа, которое мы выложим на поле битвы. Видимо, следующим уходом все-таки. временем счет 14-10. Кошка-рыцарь 2-2 с полетом серьезный соперник. Более чем. Ну, естественно, останутся 3-3. Пока нам нечего выложить из руки, ни одного существа нету, поэтому мы ничего не можем сделать. Кладбище у нас прекрасное. Продолжаем играть. Сейчас получим немножечко. обязательно получим. Конечно, грустно, но сделать с этим ничего нельзя, блокировать нам нечем. Армагеддон нашему сопернику пришелся очень кстати, просто очень кстати. Однако же мы помним, что у нас есть обильный урожай, который даст нам 7 единиц жизни запросто. еще одна кошка-рыцарь, леонийский небесный охотник добавляется и ставит нас в неприятное положение, потому что может нестаковать на целых 6. 6 это много. огромный балот выходит на арену, и мы можем из руки взять существо с таким же количеством силы и атаки. Такие у нас есть. Отличная карта, отличная карта. Давайте приблизим, почитаем. Каждый раз, когда шлаковый вурм поглотительную название блокирует или становится сблокированным существом, уничтожьте то существо. Вы получаете количество жизни равное вносливости того существа. Ну, отлично. Отлично, отлично, отлично. Надо ее разыгрывать. И теперь жить там станет немножечко попроще. следующая атака по крайней мере может быть плодотворной. Соперник нас не атакует. Таким образом мы выкладываем в жакоста и горук и сможем вытащить кого-нибудь из колоды. Еще это либо носорог с пробивным ударом, либо другой носорог с пробивным ударом берем носорог с пробивным ударом подтверждаем. Отлично. И теперь время атаковать. Карту возьмем, да. И выложим, кстати, прекрасно. Ну, что ж, атака. Блокируйте, пожалуйста, если сможете. Блокирование происходит и мы, по идее, должны получить три выносливости, точнее, три жизни за три выносливости. Что? Нет? 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 Странно. Выкладываем очередной лес. Ну, что, идем в очередную атаку. Тем самым решая все наши проблемы и побеждая. Ну, и сейчас сомнем соперников. можем до конца анимацию не досматривать, но выбора у нас нету, поэтому досмотрим до конца. Таким образом, победа в третьей обучающей игре и переходим к четвертой. мгновенные заклинания. Все та же зеленая колода. Против нас, наверное, красная, да. Красная. Нам пишут, что мгновенные заклинания можно разыгрывать в любое время, даже во время хода вашего оппонента. Или в ответ на другое заклинание. У нас оно как раз есть. Во-первых, мы выложим землю. Нажмем пробелы, попробуем сыграть заклинание. Что здесь такое? Где оно? Вот оно, мгновенное заклинание. Целевое существо получает плюс 3, плюс 3, до конца ход. У нас ничего такого нет. поэтому мы пока просто ждем. Гоблин копеечек. Унылая маленькая карта. выложим клыкача. Пока ничего плюсовать не будем, просто потому что в этом ходу он не будет атаковать, а блокировать ему достаточно и того, что есть. да, да, вот это серьезно. Теперь гоблин получает и первый удар, и опять один к атаке. так нам нужно блокировать с помощью исполинского роста как-то защищаться. Блокируем и используем исполинский рост. так, что мы не можем его использовать, должны мочь. Ну, хорошо. Заблокируем гоблин копеечка каталонским клыком. Так, останавливаем таймер и используем исполинский рост. Таким образом получаем карту силой 6-6 и побеждаем гоблина даже с его первым ударом. тут, в общем, арифметика понятная, все просто. Гоблин копеечка уходит, клыкач побеждает. такое мы видели уже много раз, это не проблема. Неудачная атака от нашего соперника. шипастый болт уже может быть выложен, это прекрасно. И далее мы можем атаковать, это тоже отлично. отлично. молния и она бьет по нашему шипастому болоту и убивает его. Какая досада. Неразрушимость до конца хода это отлично. Возможно нам придется ее использовать тиранаксов мы не можем пока выложить. Ну что, значит будем просто атаковать. Атака удалась. продолжаем наши атаки. Все, пока получается более чем хорошо. удар молнии попытается убить наше целевое существо, которое атакует скорее всего и сейчас нужно будет включить для него неубиваемость, если это возможно. Мы не можем его включить, потому что у нас нету земли. Жаль. таким образом молния убивает нашу карту. Выходит пес с первым ударом, но это не так страшно. земля, тиранас, и теперь устоять перед смертью у нас может быть использовано, это отлично. И мы атакуем. Блока скорее всего не будет. Нет, будет блок с первым ударом, но это никаким образом нам не мешает. Гоничьи молнии будут уничтожены. Так и есть. Никаких чудес. Прекрасно. Кладбище нашего соперника увеличивается в размерах. К сожалению, пока не уменьшается количество жизни, но это вопрос времени и не очень долгого, я надеюсь. драчливые гоблины будут довольно сильными. Да, с четырьмя фишечками они выкладываются. Четыре драчливого гоблина, отлично. Давайте посмотрим, что тут есть. Это мгновенное заклинание необузданная мощь. Целевое существо получает до конца хода кучу плюсов. У нас пока такого существа нет. Почему нет? Потому что все наши существа будут заблокированы вот этой толпой гоблинов. Поэтому карту мы пока прибережем. Но на данный момент мы можем получить плюс 7 к защите плюс 7 к атаке. Это надо понимать. так как земель у нас ровно 7. Наблюдаем блокирование. Оно ничего не приносит нашему сопернику, кроме того, что он спасается от почти верной гибели. А мы убавляем количество гоблинов у него в руке. так, ну что, необузданной мощи становится все больше и больше. Применять ее пока смысла нету. будем просто атаковать и убьем еще двух гоблинов. Не повезло парням, ну, чего тут не попишешь, продолжаем. Тем временем девятая земля выкладывается у нашего соперника. Ну и мы не отстаем, выложим восьмую. Используем необузданную мощь по полной программе. Ну и время атаковать и побеждать. все, победа. Таким образом мы побеждаем в четвертом обучающем бою. Отличные новости. И перейдем к пятому. пятый урок посвящен активируемым способностям. Голубая колода, колода воды играет против нас. нам выпадает артефакт. Давайте посмотрим, что это за артефакт. Приблизим его. Каждый раз, когда вы разыгрываете зеленое заклинание или лес выходит на поле битвы под вашим контролем, вы получаете одну жизнь. Это отличный артефакт. Отличный артефакт. Пока мы, к сожалению, не можем его разыграть. Но мы непременно это сделаем. Пока выложим лес и положим на место Мишку. Мишка готов идти в атаку. Это прекрасно. Кракен. Кракен отличный защитник, но никудышный атакующий персонаж. выкладываем землю и выложим посох природы. Почему бы нам не начать накапливать жизнь? Будем ли мы атаковать? Нет. Атаковать мы не будем. Смысла в этом нет, потому что Кракен легко заблокирует этого медведя. медведя. У оппонента существо, у которого есть активируемая способность. Вот этот самый водобег. Он сможет в любой момент дать водобегу плюс один минус один до конца хода потратив синюю ману. Сейчас он 2-3 он может 2 в защите заминусовать и заплюсовать 2 в атаку. То есть в результате получится 4-1 карта. Ну не знаю насколько это осмысленно. Выложим очередной лес. Работает наш артефакт. Мы получаем дополнительную жизнь. 21. Так Касторуб. Давайте приблизим посмотрим. Снаряженное существо получает плюс 2 плюс 0. Ну что нам мешает снарядить нашего медведа такой картой? Наверное ничего. Сначала мы выложим еще одного медведя и уже потом снабдим его касторубом. так стоит ли нам атаковать пока совершенно не стоит. снарядить 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 это очень хорошо выложим еще один лесочек гигантомант сам он слабенький но позволяет целевому существу добавить 7 не добавить а превратить целевое существо давайте активируем способность топора и приложим его к какому нибудь мишке пусть работает атаковать опять нет какого большого смысла чувство партия затянется зато у нас будет атаковать наш соперник у соперника 2 3 которая может в любой момент трансформироваться во что нибудь другое мы не будем его блокировать нет никаких проблем в нашей жизни постоянно пополняются и то что он сейчас двушечку меня скинет это совершенно не страшно даже если он скинет 4 это конечно обидно но не более того добавляет добавляет полет кому ну понятное дело что не кракену не кракену не трудно было догадаться выкладываем очередной лес это уже шестой лес этого мало так и стремительное падение позволяет уничтожить целевое существо с полетом ну отлично давайте его уничтожим только она полет получила мы его сразу уничтожаем приземляем все довольно таки просто ну что и время поатаковать самое оно отбивается синяя сторона возвращается целевое существо в руку владенца а детеныш кракена отбивается от медведя ну что делать медведь на место положить надо топор на нем активировать естественно все вернулись на круги своя к сожалению мы не нанесли никаких повреждений сопернику но это не так страшно убаюкивающая музыка здесь такая я засыпаю прямо звуковое оформление оно прямо убаюкивающее архивариус имеет способность позволяющую взять карту которую сразу нельзя использовать нормальный такой архивариус так что такое нефритовый маг давайте посмотрим это существо человек шаман и за три земли мы кладем на поле битву одну фишку существа зеленый сопролинк сопролинк но разыгрывать ее надо в любом случае выбираем этого парня активируем его способность продолжаем и получаем целого одного зеленого сопролинга дальше нам видимо надо атаковать произошло блокирование кракеном и атака соперником кракен останется цело невредим ничего страшного так а вот это плохо потому что сейчас этот искусный похититель может начать контролировать наши артефакты собственно это и в его природе что тут пишут когда искусный похититель выходит на поле битвы получите контроль над целевым артефактом на все время пока контролируете искусного похитителя ай-яй-яй посмотрим какой артефакт хотят у нас забрать да хотят у нас забрать топор жаль в этом топоре была большая польза теперь эта польза достается кракену это конечно плохо так у нас всего 7 измель это значит что мы не можем здесь ничего выложить но зато мы можем еще разок использовать человек шамана и еще раз атаковать 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 здесь будет довольно таки сложно но пока атаковать не будем атаку пропустим зато у нас нет никаких проблем с блокированием сейчас ну то есть вообще никаких очень хорошо но и никаких проблем с жизнями тоже нету на данный момент так что это это эльфийский дудочник надо разыгрывать 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 ну и зато добавить эти страшные ужасные существа так ну что 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 всего этого мало атаковать атаку пропускаем атаку пропускаем соперник нас тоже пока атаковать не будет просто потому что мы легко его заблокируем где бы он ни был он будет развиваться берет очередную воду и все таки решается атаковать чем блокировать да очень просто халявными юнитами 1 2 3 4 должно хватить ну и халявных юнитов теряем но зато и кракена убиваем прекрасно элементарька с полетом дело конечно серьезное но не такое уж и страшное так устоять перед смертью это очень очень кстати добавляем счету халявых парней атаковать я предлагаю все таки пойти в атаку всеми юнитами и еще так как у нас есть карту стоять перед смертью как только кто то будет блокировать наших парней это вообще использовать это вообще использовать не получится использовать надо доход использовать ладно, не важно мы и так неплохо поатаковали в общем, мне нужна еще одна земля, чтобы выложить страшную карту Вурм не менее интересная карта, прямо скажем имеет 7-7 все понятно, сейчас 3 целевых существа будут повернуты так что атака наша на время отложится я подчеркиваю, что она отложится на время а мы можем прочитать про Вурма то есть по сути тоже делал тоже вампир ок, ждем соперника по жизни сейчас 26-10 ну что, есть отличная тема во-первых, использовать устоять перед смертью 1 использовать устоять перед смертью 2 атаковать всеми 3 и попытаться каким-то образом уничтожить нашего соперника ну или по крайней мере лишить его большинства играющих карт давайте посмотрим, что получится все время у нас 28 жизней 28 это много нападение довольно-таки серьезное количество жизни соперников падает ну, медведику, к сожалению, не повезло это бывает воздушный элементарь его подпортил немножечко из паралинга тоже но это не так страшно там остается всего 5 жизней это значит, что в следующем году мы можем выиграть и это прекрасно тем более мы выкладываем наконец-то эту гигантскую карту но все равно атакуем всеми прожимаем атаку и прямо скажем соперник в шаге от проигрыша остается только элементарь воздуха это не так уж и много для соперника у нас уже 33 жизни 33 жизни это очень много вот она, польза артефакта ну что, активируем этого парня существо, которое ставит 7-7 мы выбираем ну и атакуем и побеждаем не оставляя сопернику ни одного шанса да, победа есть победа он еще и без армии остался зато у него было 13 земель так, ну что, всех вроде бы победили а это значит, что нужно побеждать Чандру на лар и разблокировать